В народной медицине Китая применяется оригинальный способ лечения. Больного исцеляют уколами игл в определенные точки тела. Тысячелетиями разрабатывалось учение о расположении этих точек и о том, куда наносить уколы при различных заболеваниях. Недавно детальное исследование влияния этого метода лечения на организм человека началось в нашей стране. Иглы гибкие и неостры. Укол такой иглы не причиняет боли, но эти уколы раздражают нервные окончания и через нервную систему воздействуют на внутренние органы. Бронхиальная астма. С таким диагнозом поступила больная в клиническую лабораторию иглотерапии. Включен прибор, записывающий кривую дыхание. Оно затруднено и неровно. Для лечения решено применить иглоукалывание. Но поможет ли оно? Да, дыхание улучшилось. Уже после четвертого сеанса у больной прекратились приступы удушья и кашля. У другой пациентки заболевание мышц правой руки. Это подтверждает и регистрация биотоков, всегда возникающих в мышцах при движении. Мышцы обеих рук посылают сейчас электрические сигналы, но сигнал от правой руки намного слабее. Иглоукалывание и в этом случае оказывается целебным. Первый благотворный признак повышения активности биотоков в мышцах правой руки. Паралич лицевого нерва. У больного нарушено кровообращение и температура кожи на пораженном участке ниже нормы. Этому больному, как и другим, поможет иглоукалывание, джэньцзю терапия. Опыт народной медицины Китая становится достоянием наших клиник. Субтитры создавал DimaTorzok